Всем привет! Меня зовут Анна, я проектировщик мебели и партнер команды Рукаста. В этом видео я вам расскажу, сколько же нужно розеток за кухней и как все-таки правильно их расположить. И это очень актуальная тема, потому что продумывать розетки нужно на самом старте ремонта, на стадии черновых работ. Иначе, если в дальнейшем вы начнете ставить кухню, у вас возникнут сложности, принести будет уже, конечно, достаточно сложно, проблематично и затратно. Если у вас нет дизайн-проекта, в котором есть расположение всех розеток, тогда советую вам пригласить мебельщиков, чтобы он сделал замер, вы согласовали расположение кухни, расположение всех тумб и шкафов, чтобы у вас было уже четкое понимание, где встанут ваши розетки. И сделать это нужно в самом начале ремонта. А если вы хотите, чтобы эту кухню изготовили мы, тогда переходите по ссылке в описании под этим видео, там написано «Калькулятор стоимости кухни», и я обязательно с вами свяжусь. И напоминаю, кухню мы изготавливаем и устанавливаем в Новосибирске, но также можем изготовить и отправить в любой регион России. Так вот, когда у вас на руках будет проект кухни, вы сразу же на его основании сможете сделать расположение розеток. Конечно, вы можете взять стандартные размеры секции из интернета, как-то попытаться их расположить, но в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы. А зачем они вам, если кухня бы все равно будет делать на заказ? Поэтому все-таки рекомендую вам предварительно вызвать мастера. Теперь давайте приступим непосредственно к расположению розеток. Будет очень много полезного и интересного. Смотрите до конца. И давайте сразу проговорим, что все отступы от стены и от пола берутся по центру розетки. Давайте начнем со стройного холодильника. Тут вариантов несколько. Это первый вариант. Если мы устанавливаем розетку в уровне цоколя. То есть, если у вас цоколь идет на 100 мм, соответственно, центр розетки у вас будет на 50 мм. Если у вас цоколь идет на 150 мм в высоту, то центр розетки находится на 75 мм от пола. Второй вариант. Если у нас стоит пенал с СВЧ-духовым шкафом. И, например, рядом у вас стоит достаточно сейчас часто пенал с холодильником. В таком случае вы можете расположить розетку для холодильника за СВЧ. В принципе, это будет удобно. Здесь же, ну, то есть дальше я вам скажу почему. То есть, еще раз, два варианта. Это цоколь и за СВЧ. Если же у вас холодильник отдельно стоящий, не встроенный, вы можете расположить розетку также за холодильником снизу, да, 50-75 мм. Либо, если вы хотите максимально придвинуть его к стене, тогда стоит расположить его все-таки где-то в соседней тумбе, да, чтобы у вас просто был доступ и розетка не забирала расстояние сзади за холодильником. Далее расположение розеток для духового шкафа. Если мы делаем духовой шкаф в пенале, то розетку мы также можем поставить за СВЧ. Про расположение свечей и розеток я скажу чуть позже, вам будет все понятно. Если же мы делаем духовой шкаф без СВЧ, да, то есть тут у нас просто идет шкаф, то в таком случае мы ставим розетку в уровне цоколя точно так же, как и на холодильнике. Если у вас духовой шкаф находится в нижней базе, то аналогично вы можете сделать розетку в уровне цоколя. Можете, если у вас, например, тумба здесь свободная, и, в принципе, в любой зоне тумбы лишь бы было удобно ее достать. Придем к СВЧ. Если у нас СВЧ располагается в пенале над духовым шкафом, то розетку мы делаем прямо за ней по центру. Про правильное расположение СВЧ духового шкафа у нас также есть отдельное видео, вот ссылочка на него, также оно будет в описании под нашим видео. В этом варианте духовой шкаф установлен без СВЧ, то есть это просто фасад. Если же здесь будет СВЧ, то духовой шкаф сместится чуть ниже, а СВЧ уже станет над ним, и верх СВЧ у нас будет приходить на низ навесных шкафов. То есть 860 по размерам, да, 860 мм столешница, 600 мм идет фартук, это верх нашей СВЧ. Отступаем сантиметров 10-15, и это и будет высота вашей розетки. Плюс в эту же высоту мы можем установить розетку под духовой шкаф и под стройный холодильник. То есть все три розетки у вас будут находиться в одном месте. Если же СВЧ у вас располагается в нижней тумбе, такое тоже возможно, то розетки мы делаем прямо за ней. Если же у вас СВЧ располагается в навесных шкафах, то розетку нужно делать в соседней тумбе в любом доступном месте. То есть делается для того, чтобы у нас СВЧ просто вошла, чтобы она у нас вошла по глубине в этот шкаф. Вот и все, что мне приходилось увеличивать глубину всех шкафов, да, и с одной СВЧ. Далее, вывод кабеля и розетки для варочной поверхности у нас располагаются в уровне цоколя, то есть так же, как и холодильник. Если мы с вами ставим посудомоечную машину, стиральную машину, то для них расположение в уровне цоколя не подходит. То есть в этом случае мы устанавливаем розетки в соседнюю тумбу, так же, чтобы у вас обязательно был доступ, высота тут не принципиальна. То есть любое место, где удобно, чтобы вы в любом случае могли ее в любой момент отключить. Переходим к вытяжке. А вытяжка у нас может быть встроенная, может быть отдельная навесная. Давайте начнем со встроенной. Что значит встроенная? То есть встроенная вытяжка, это когда мы ее полностью прячем в шкаф и визуально мы ее вообще не видим. То есть для нее нам нужна розетка, либо вывод провода. Делаем мы его как? Так, так же основываемся, высота столешницы 860, 600 у нас идет фартук, да, то есть от этого края у нас уже пошли навесные шкафы. Далее у вас, ну давайте заложим 30 сантиметров в среднем, идет сама вытяжка. То есть мы делаем провод, соответственно, на дни. То есть 860, 600, 300 и далее в любом месте, да, немножко смещена, чтобы она вот где-то была не совсем по центру, немножко смещена, идет любой провод, любая розетка, то есть у вас доступ к ней будет. Другой вариант, если у нас вытяжка навесная отдельно. Один из любимых на сегодняшний день видов вытяжки это споршенная. Как здесь мы делаем? У нас есть высота, опять же, столешница 860. В случае, когда вытяжка у нас открытая, мы оставляем не 600, а 700 запас, да, 700-720 даже иногда. И от этого уже смотрим высоту, ну, вытяжки, которые вы взяли. То есть, ну, допустим, сантиметров 50 у вас будет. Считаем эту высоту, и нам нужен провод, чтобы он у вас выходил вот в этом коробе. То есть прям можно по центру сделать, чтобы эти провода, они все за этим коробом были спрятаны. То есть это самый идеальный вариант. Далее, что касается расположения розеток над рабочей зоной, то есть на фартуке, здесь мы делаем высоту метр по центру розетки. То есть туда вы можете подключить все уж дополнительную технику, чайники и тому подобное. То есть метр, оптимальная высота, делайте смело. Переходим к подсветке рабочей зоны. Здесь команда рукаста рекомендует делать на фартуке, там же, где у вас розетки находятся, выключатель для этой подсветки. То есть, чтобы вам не выключать ее, да, где-то вот на дне вот этих шкафчиках навесных, а сделать тоже на рабочей зоне. Что тут мы можем сделать? Если у нас идет лампа 220, то нам нужен кабель для ее подключения. Значит, берем высоту максимальную столешницу 910, плюс 600 у нас идет в фарту, и закладываем еще сантиметра 2-3, чтобы вам вывести кабель. То есть это может где-то быть в любой стороне кухни, да, то есть где-то с краем мы это делаем. Если же у нас светодиодная подсветка на кухне, она может быть в красивом резном профиле, который даже не видно будет, да, визуально. В таком случае, что мы делаем? Вам нужно вывести тоже так же провод, но так как эта лента требует отдельного трансформатора для подключения, нам необходимо провод увести подальше верхней шкафы, чтобы она нам в дальнейшем просто, чтобы этот трансформатор нам просто не мешал. Как это мы делаем? Опять же, берем максимальную высоту 910, 600 фартук, и, допустим, возьму среднюю высоту шкафов 920. И отступаем сверху сантиметров 5, да, возьмем среднее значение, и выводим также провод 220 вольт. То есть туда в дальнейшем вам подключит подсветку, там у вас будет трансформатор, то есть он не будет мешать, это самый идеальный вариант. И здесь у вас будет все красиво, все шкафы, все свободно, все в доступе. На этом мое видео о розетках подходит к концу. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. Я очень старалась сделать это видео полезным, и если оно оказалось таковым, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, вас ждет еще очень много интересного. До встречи в новом видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok